Бля, ученики Калмогорова. Окей. Эксистенциальные штуки от Никсель Пиксель. Смотрим. Окей. Сейчас я всё попробую сказать. Вот мне постоянно пишут люди, что им не нравится моя новая прическа. Что им не нравится. Да вообще без разницы, клёвая прическа. Прикольная прическа, всё нравится, никаких проблем. Проблемы не в прическе, подруга, проблемы не в прическе. Малит, что им не нравятся бритые виски. В общем, как только я изменила прическу на такую, осветлила брови, потом я сбрила брови. В общем, каждый раз после такого изменения у меня была волна комментариев про мою внешность. Третья или вторая? Какая волна? Про то, что я с собой что-то ужасное делаю, и наверняка у меня что-то плохое со мной происходит. Благо это девушка, которая даже вот написала прям подробный такой комментарий про то, что у меня явно душевные проблемы, и это манифестирует себя через внешность, через такие страшные изменения. И это был такой смешной комментарий, потому что она явно, ну, проецировала, типа, своё отношение к изменениям внешности на меня, и вкладывала свои какие-то смыслы, которые вообще ко мне не относились. Я так на это смотрю, и вау, ну, было странно и забавно, и так же напряжно. Напряжно от того, что людей, которые пишут всё это, очень-очень много, и стандартные всякие штуки про уверенность в себе, и про то, что не надо слушать других. В общем, стандартные рецепты того, как жить нормальную жизнь без таксоты, они не очень... Вот. Вот. Надо немного маскулинности, короче, подрубить в чат, немного маскулинности, короче, я обязательно должен включить, вот вы, маскулинность, вы должны видеть маскулинность сейчас прям. Готовы? Подходят, потому что количество вот этих оценок, оно несоизмеримо больше, чем количество оценок, с которым сталкивается человек, у которого нет выхода на такую большую аудиторию. И из-за такого нестандартного количества вот этих оценок и постоянного, как бы, ну, и хейта и всё прочее, из-за того, что стандартный рецепт успеха не работает, короче, очень сложно. Но это не то, о чём я хотел... Я показываю, что происходит со стрелочкой. Вот она, стрелочка не поворачивается, потому что я мускулинин! Вы посмотрите вообще на это. Посмотрите, блядь, на эти волосы, нахуй. Вообще, посмотрите на них. Это как, блядь, на голове. Почти как на голове у неё. Вы видите вообще это декольте охуенное, как бы, а? Видите, реально это декольте, какое оно декольтешное. Это настоящий мужчина, короче. Настоящая маскулинная, в общем, сволочь. Поговорить. Поговорить я хотела про свою прическу и как для меня мысль, осознание того, что я могу менять свою прическу как угодно, что я могу вообще что угодно с этим всем делать, я могу стать лысой. А я могу тоже менять прическу, и я могу менять прическу у себя на груди, соответственно. Как вам такое? Прическа у меня на груди, я могу сделать себе ирокез сейчас на груди. Как вам такое? И мне никто ничего не скажет, никто не имеет права со мной, в общем-то, это... Ничего мне говорить, потому что, бля, прическа на груди, это как бы... Это круто. Я могу пойти на улицу в грязной одежде. Я могу... В общем, я могу чего угодно делать. Вот эта мысль, она ко мне очень мощно пришла в последнее время. Мне кажется, что это как-то совпало со смертью папы. Потому что когда у меня умер папа, то у меня очень очерно белилось на некоторое время мышление. И когда я столкнулась со смертью такого близкого человека, то у меня как будто поделилось всё на очень-очень важное и очень-очень неважное. И актуализировалась смерть, и то, что мы всё умрём, и то, что жизнь очень короткая. Не, ну печально, печально, ещё я могу сказать. Да, грустно. И вот когда ты вот с этим всем сталкиваешься, ну, у меня лично произошло такое, что, бля, ну, я по... Как бы, если так всё обстоит, то я могу хоть сейчас, не знаю, жопу свою фоткать голову, если мне хочется. И просто постить её, если мне это... Вообще похуй. Никаких проблем. Вообще, вообще, ничего. Меня это делает счастливой. Да, вообще. Без проблем. Серьёзно, никаких проблем нет. Дурацкий, после рассказа про смерть папы, ну, короче. Более того, более того. Мы поддерживаем это. Я сейчас тоже свою попу запостю, короче. Вот она. Вот она, короче. Запостили попу, короче. На ютубе всё нормально. Всё, без проблем. Без каких-либо. Проблем я тоже считаю, что можно делать всё, что угодно. Я абсолютно согласен с Никсель-Пиксель. Если это делает вас счастливым, обязательно делайте это все вместе. Давайте все вместе выложим наши попки в чат. Быстро, быстро попки фоткаем и в чат выкладываем. Вот, вот, вот. Давайте, давайте совместно, да? Совместно выкладываем попки в чат. Приветствую, accident-комьюн. Я даже это не сделала, потому что жизнь такая короткая, что не имеет абсолютно никакого смысла. Этого не делать. Никакого. Потому что ты просто умрёшь, и это будет... Ну, Маркус всегда голый, как бы. Мы знаем, что Маркус голый, это не секрет. Так обидно и тупо, что ты не делала того, чего ты действительно хочешь, потому что другие люди будут тебя там оценивать. Или почему-то ещё. Почему, вот почему. Вот эти вот вопросы, а почему хули нет, если хочется, если это никому вообще плохо ничего не делает, хули нет. Вот эти вопросы, они как-таки выросли, очень сильно прям передо мной встали. И я такая, блин, реально, хули нет. И ещё одна тема, которая способствовала этим вопросам, была... Эх, фемки. Вот, смотрите, прекрасный творец начал. Вот Сунада свои попки выложила. А, личные границы. Потому что личные границы, это очень про контакт с собой и с тем, что тебе нравится. А что мне нравится? Что ты хочешь. А что я хочу? И когда ты всё больше начинаешь заглядывать сюда... Не, на самом деле проблема во многом начинает заключаться в том, что я, в принципе, сам не знаю, что я хочу. И, в принципе, я могу изменять свои желания, поведение и так далее, так далее, так далее. И, в принципе, это всё как бы не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. О, вижу. Пошли. И спрашивать себя, когда ты сталкиваешься с какими-нибудь людьми или с какими-нибудь опытами. Или, например, отвечаешь на вопрос, типа, нет, мне не нравится. Чем чаще ты начинаешь думать, так, хорошо, а что мне нравится? И искать. И пробовать. И вот, когда папа умер, сначала у меня это подгонялось страхом смерти. Папа умер, когда она скинула ему попу. Как это? Еролаж, короче. Типа, таким чувством, что... Прошу прощения, я слишком, как бы... Как вам сказать? У меня с эмпатией всё плохо, напоминаю, да? Бля-бля-бля-бля, я же вообще скоро, может быть, умру, а я ничего не попробовала. Вообще, сори, я не хотел никого обидеть. Я не сделала, не знаю, себе малят, я не сделала себя лысой, я ничего не сделала, я живу как будто бы на 5% максимум. Как бы, я могла бы ещё столько всего сделать. Вот. И gradually, за вот эти годы, я, опять же, я вообще не понимаю, как работает время в последнее время, я ничего не понимаю. Может быть, за последний год, может быть, за два, я не помню. Но, короче, за последнее время страх смерти сменился благодарностью к смерти и любовью к ней. И это для меня был мой, короче, гигантский путь принятия, короче, смерти и понимания того, что моя жизнь есть и как всё это, короче, вместе всё вот существует. Смерть, жизнь, я. Да. Если чё, дисклеймер, ребята, сколько ты об этом не читай где-нибудь в книжках, сколько фильмов не смотри, это всё вообще никак не относится к тому, что ты лично проживаешь и чувствуешь в своей жизни. У меня, по крайней мере, так. Я много чего знаю, вроде как, но как... Да, действительно. Когда ты с этим сталкиваешься сама, то это всё абсолютно новое для тебя, и ты проживаешь все вот эти вечные вопросы самостоятельно. И самостоятельно... Какие же вечные вопросы? Смерть не вечный вопрос. В жизни когда-то не было, соответственно, никогда... Когда-то не было вопроса жизни. Выискиваешь для себя эти ответы, и неважно, читала ты где-то какой-нибудь готовый ответ, не читала, это никак вообще не... Ну, мне лично не помогало и не помогает. Это к тому, что когда вот у меня в августе произошёл мой мегапрорыв про смерть и про себя, я не просто это где-то прочитала или кто-то мне сказал. Это то, что я сама ощутила внутри себя, и это было что-то просто как волшебное. У меня вопрос, а чё все как бы стримеры с ума постепенно сходят? То есть, ну, трэш-смэш недавно ёбнулся окончательно, к психушку попал. Ника вот вот внезапно тоже с ума сошла. А чё происходит? Это какая-то... Это реально какая-то проблема, что ли, такая вот. Я просто вот не могу, не могу осознать, в чём суть. Просто мне кажется, реально постепенно с ума сходят все. Великая и... Хотя произошло это в совершенно обыденном контексте. Мы ехали с мамой в ресторан на буханке в гору. И я смотрела в темноту, в лес. И вдруг ощутила, как будто бы вообще весь мир, в нём себя, внутри себя... Добрый вечер, Стас Ваулин. Добрый вечер. Тоже мир. И что всё это всегда есть со мной. И что я... Мемы просто очень интересные, прям. Вообще в шоке. Все в шоке. Всегда, вообще всегда... Мемы смотрели позавчера. Есть с собой. И всё-всё-всё. Самое-самое важное. И самое... Волшебное. Или глубокое, невероятное. Всё это всегда есть со мной. Что бы я ни делала, где бы я ни потерялась. Где бы я ни сходила со мной, Всегда это будет. Я никогда не одна. Йоу-йоу-йоу, херонтиаретик. Чайный пакетик. И это очень-очень интересно. И не одиноко. Я могу от этого закрываться, А могу этому открыться. 11 минут. Смотрим алерт с шадова. Да, действительно. Ну, надеюсь, сейчас всё будет понятно. Андрей, отпишите в чате. Я вам дам модерку, И вы сможете, в общем, скинуть ссылку нормально. В чат. А я этому открываюсь, То смерть... Это что-то, Чего я совершенно не боюсь. Когда смотришь 10 минут от Никсиля, Смотри далее этот. Ссылка с привязкой ко времени. Ссылка удалена. О-о-о. Ссылка с привязкой ко времени вижу. О-о-о. Е же, где же. Боюсь, Потому что Каждое мгновение до этой смерти Я... Я. Платон-перипатетик. И апатичный эстетик. Чайный пакетик. У нас каждый день почти стримы, ребят. Так что, вот. Завтра 18.00 будет стрим, если что, друзья. Не забываем. А воскресенье, если что, Воскресенье, друзья, напоминаю всем. Я планирую устроить Прям вообще стрим почти на все сутки, условно. С утра до вечера будем с вами тусить и селиться. Танцевать. Танцевать. Я не знаю. Ну, вы поняли. Ну, вы поняли, друзья, да? Силиконовый герметик. Это я. И я с собой. И я живу жизнь, как бы, в полном контакте. Ну, мне кажется, она немножко пронаркоманилась. Ну, то есть... Ну, как пронаркоманилась? Соответственно, она, типа, просветлилась где-то. Знаете, бывает такое, что в определенный момент Некоторые люди начинают такой ложный процесс просветления. Он у них внезапно происходит, и они такие... У-у-у-у, я поняла так много в жизни. И потом начинается какой-то бред, в общем. Непонятный какой-то бред, отвратительный. Вот. С собой и с... Вот как бы... Вот со всем этим. И когда все так, когда ты вот в этом каком-то контакте с внутри чем-то и внешне чем-то, и когда все это вот... Вот так. Теперь мы даже понимаем, в чем причина этого просветления. Цунада пишет, она уже третий месяц сидит на антидепрессантах. Все понятно, окей. То неважно, успела ты что-то... Маркус пишет, у нее появилась сущность в виде гномика, а скоро мы посмотрим на эту сущность в виде гномика, если что. Согласен. Ошиблась, не ошиблась. Как бы... Я не знаю, в общем, важность в этом. Подождем, окей. Вот, сложно. Если что, я Андрея добавил в модератора, и у него есть возможность скинуть видео на еще 11 минут, соответственно. Доформить слова. И я ехала и смотрела в лес, и я начала смеяться сама с собой от того, что смерть не заканчивает мою жизнь, она, наоборот, делает ее бесконечной, потому что она создает бесконечное количество отрезков. В которой я могу быть вот этим собой... Этой собой, вот этим кружочком, которые со всем вместе связаны. Как будто про связанное я вот мало рассказала. Про то, что все связано, у меня еще до этого были какие-то journeys к пониманию. Сейчас я... Я нихуя не понимаю, что происходит. Мне кажется, она поехала вообще просто головой, и у нее кукуха полетела в космос. Она еще и плачет. Ну, понятно, что ее можно понять, но сейчас она несет бред и плачет. Я серьезно, я что-то не понимаю, что происходит. Надо вспомнить, как. Мне кажется, тоже, когда папа умер, я начала много очень об этом думать. О том, что мир... Так, папа же хуе мразь. Ну, прошу прощения, но папа же хуе мразь, как бы, да? Он как бы часть патриархата, вообще. Папа, отстой, как бы. Папу надо это... Наказать было, и, может быть, он даже не зря умер, может быть. Да я шучу, я шучу, я шучу. Я шучу. Я шучу, конечно, я ни в коем случае не за... Не за одобрение убийства отца, но ведь вроде бы, ну, как бы, ну... Ну, умер мужик и умер, как бы, да? Бывает. А она так переживает, оказывается. Видите, папа для нее близким человеком был. В смысле? Ну, папа для нее был, значит, близким человеком. Значит, она его, в принципе, и уважает. И он, наверное, ее уважал и хорошо к ней относился, раз уж она-то грустит, правильно? Наверное, наверное, как бы... Пишет, ты, сука, проклятая. Я не проклятая, сука, все нормально, я объясняю. Может быть, наверное, не такой уж и жестокий, ужасающий патриархат, где все друг друга насилуют... Где все мужики насилуют женщин. Может быть, там как-то... Как-то помягче условия, да? Я просто серьезно не до конца понимаю позицию Ники по феминизму и ее отношение к отцу здесь не то чтобы явно противоречит друг другу, но как-то... Как-то хотелось бы спросить за это. Намного-намного сложнее. И ни в одной книжке не написано... Да-не, я ее тоже не осуждаю. ...какой он на самом деле. Как бы любая оптика — это оптика. Научная, эзотерическая... Есть такое, согласен, но... Любая. Типа, любую книгу пишет человек через призму своего опыта, через призму культурных разных штук, и это все очень... И все. И дальше ешь сармат.